Трагическая гибель на Волге. В минувшую субботу во время планового рейда погиб министр, председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Анатолий Морсин. У сотрудников следственных органов есть несколько версий смерти чиновника. Одна из которых – несчастный случай. Вторая – в гибели Морсина виноват кто-то другой. На месте трагедии побывала наша съемочная группа. В свой последний рейд Анатолий Морсин отправился 16 августа. Он и его сотрудники проводили инспекционные поездки в особо охраняемой зоне с целью недопущения браконьерства. Министерство, возглавляемое Морсином, проводило плановый рейд на воде. Это связано с тем, что в этот день происходит начало охоты. Сотрудники министерства на нескольких ветерах собрались и проводили рейд, осуществляя поездки по реке Волги. В полденадцатую ночи они собрались в одном месте, обсудили итоги рейда и разъехались по домам. После этого он позвонил, сделал один звонок, без 15-12 позвонил по телефону. После этого, видимо, около 12 ночи произошел трагический случай. Тело министра нашли утром 17 августа в Камышах. Недалеко стоял и катер. Анатолий Морсин не доехал до лодочной базы всего 300 метров. По предварительной версии следствия, причиной гибели Анатолия Морсина могло стать столкновение катера, которым он управлял с каким-то предметом под водой. До сих пор не найдена и одна лопасть винта. По словам следователей, от удара с подводным предметом ее, вероятно, оторвало и отбросило на дно протоки. Основная версия гибели – несчастный случай. Возможно, Морсин погиб, попав под винт своего же катера. По второй рабочей версии, в воде на него наехал водитель какого-то другого судна. И в том, в другом случае смерть оказалась бы неминуемой. На сегодняшний день мы не оставляем две версии в стороне. Первая версия – это несчастный случай с потерпевшим. И вторая версия – причинение смерти по неосторожности вследствие нарушений при управлении лодкой вторым лицом. По результатам медицинских экспертиз было установлено, что в ночь трагедии министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Анатолий Морсин был трезв. Смерть наступила в результате множественных травм, полученных от удара об винт катера. В ближайшее время, после завершения всех экспертиз, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Екатерина Квальчук, Алексей Фенин, РНТВ, Саратов. Анатолий Морсин проработал на посту министра, председателя комитета охотничьего хозяйства рыболовства региона с августа 2008 года. Мы выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Прощание с Анатолием Григорьевичем пройдет 19 августа в 10.30 утра в холле Института механизации СГАУ имени Вавилова по адресу город Саратов, улица Советская, дом 60. Он будет похоронен на старом Елшанском кладбище.